Мы выиграли последние три матча у «Спартака». Все три были домашние. Один из них достаточно громкий по счету и за счету. Один сверхважный для нас. Один еще кубковый. И где-то в душе я понимал, что почти что невозможно, чтобы так было всегда. И может повлиять на исход матча что угодно. Ну и прям так и пошло. Первая минута, рикошет там, вторая, не знаю. Рикошет, потом еще глупая ошибка с резкой и так далее. И уже в этой ситуации при счете 2-0 нам было сложно претендовать на какие-то очки. Мы, как могли, пытались оказывать давление на «Спартак». Мы хотели играть в футбол. Мы создавали эти моменты. Ну и прекрасно понимаем, что в это время у наших ворот не было все безупречно. Мы слегка разорвались и какие-то моменты у наших ворот возникали из-за того, что мы в своей игре определенным образом создали перекос в сторону атаки. Несбалансированные были. Отсюда вот эти несколько атак, которые могли и раньше закончиться голом. Ну и мы надеялись забить в этот момент при счете 2-0 гол. И тогда мы могли вернуться в игру. Но уже дальше все-таки с еще одним рикошетом. Мы пропускаем третий. Наверное, после этого уже мы доигрывали матч. Хотя так мы не говорили. Мы пытались максимально агрессивно играть. Но исход матча уже был понятен. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Здравствуйте. Оцените, как, на ваш взгляд, влияет такая холодная погода на игру? И стоит ли что-то менять, чтобы в минус 13 не играть в футбол? Ну, глобально в нашем футболе. Мы раньше говорили, матч состоится при любой погоде. И с этим мы, условно говоря, родились и услышали слово футбол. И услышали это выражение. Поэтому к этому мы все равно относимся где-то вот те, кто... Ну, все-таки, наверное, не самые молодые, которые уже в других условиях Вот так вот часть своей тренировочной работы ведут. Поэтому, наверное, эти вещи, ну, на них надо смотреть. Ну, таким образом, вот какое у нас отношение к ним, ну, так и бывает. Вот если мы говорим, все плохо, все плохо. И сейчас бы все только и говорили, что невозможно играть. Но если мы какую-нибудь хронику 90-х посмотрим и покажем сегодняшнее поле, ну, я скажу так, на сегодняшний исход матча не повлияла погода. Так получилось. Мы могли сыграть и по-другому. Спартак может быть по-другому. Но, скорее всего, это просто был футбол, в котором кто-то оказался сильнее. Вот. Ну, а что касается игры, ну, конечно, я, ну, немножко, я, наверное, более глубоко могу посмотреть на то, как составляется календарь. И каких-то пустых слов надо осень-весна и все тут поменять местами слова. И у нас откуда-то там появятся игровые даты для этих соревнований. Ну, нет, не все так просто. Их там не так много. Ну, в идеале, мой взгляд, не залезать в декабрь. И последние пару туров в конце отрезка чемпионата, если не переходим никуда на осень-весна. И в начале мартовский, вот такой, а в прошлом сезоне мы и в феврале начинали, даже, наверное, 2-3 года подряд в феврале начинали. Ну, желательно не залазить уже в такие города, в северные, где действительно сложно по погодным условиям. Есть у нас там южные города, есть зенит. И, конечно, в идеале в Москве, если бы минимум одно поле было закрытое, и в тур пару московских матчей можно было провести еще в закрытом помещении, такого, что-то похожее на санкт-петербургские условия, наверное, мы бы сейчас об этом не говорили. Ну, а то, что зима придет, она и на следующий год придет. А оцените, пожалуйста, первую часть сезона. Ну, между четверкой и пятеркой. Мы максималисты хотим еще больше, да. Ну, понятно, что так вот не бывает, чтобы команда, которая усилилась только тем, что потеряла всего одного футболиста Коваленко и никого не взяла в одном чемпионате, ну, боролась за, так сказать, не попадание в стыков, а в другом чемпионате, который начался там через месяц, большую часть там времени своего провела с третьего по шестое место, по седьмое там. Вот, это большая разница, она значимая. Вот, поэтому я сейчас поблагодарил ребят и воспользовался таким еще моментом, еще раз им говорю, что они провели хорошую работу, вот, мы друг другу доверяли, и хотим быть еще сильнее, и поэтому большая надежда на то, что мы не потеряем людей и сможем сборы пройти так, чтобы выйти оттуда уже, ну, более сильными, еще более сильными. Владимир Анатольевич, добрый день. Ну, вы пропустили два мяча за первые восемь минут. Это что, отсутствие все-таки концентрации или же, ну, скажем, забыли выйти? Как это вообще можно охарактеризовать? То, что так быстро пропустили два мяча? Или технический брак? Или стечение обстоятельств? Ну, смотрите, первая минута, удар не показался мне вообще опасным. Но маленький рикошет, и все. Как на это можно повлиять? Я понимаю, что там на фланге не очень хорошие действия были. И после передачи в центр можно было сыграть получше. Но в целом таких моментов бывает миллион, но вот рикошет может повлиять на что угодно. Поэтому, честно, уже не хочется мне вот так в детали вот здесь вот лезть и ставить какие-то оценки после того, как мяч после случайности какой-то попал в другой угол просто. Мы не можем на определенные вещи повлиять. Вот такие моменты всегда были, всегда будут. И сейчас сказать, что мы не размялись, неплохо подготовились, и поэтому этот рикошет... Ну, стечение обстоятельств, короче. Ну, я считаю, да. Другое дело, что мы в любом случае должны реагировать на это. И уже даже перед вторым голом мы, я понимаю, что мы там вот допустили уже несколько подходов. Мы слишком разорвано стали играть, большим числом пошли в атаку. И для таких мастеровитых футболистов мы предоставили много пространства. Я это прекрасно понимаю, но второй гол. В принципе, все равно это какая-то случайность, глупость. Такое всегда может быть. Не знаю. Давайте это все-таки... Эти вещи всегда будут... Две стороны. Кто-то скажет, мы не собрались, а с другой стороны, да, они все равно есть и будут. Вот сегодня наша очередь была это получить. Это трикошет. Еще у меня один вопрос к вам. Вы в прошлом году, в конце сезона, когда давали пресс-конференцию, то мы вас спрашивали про кубок и про ваше участие в чемпионате. Вы тогда шли в конце таблицы. Сейчас изменилось. Вы вылетели из кубка, но у вас в чемпионате дела идут намного лучше. Скажите, сейчас вот вы жалеете, что все-таки не досчитаетесь этих матчей, которые нужны для практики, или все-таки будет полегче играть в чемпионате? В чемпионате уже поувереннее будет команда, и можно какие-то задачи решать? Специально мы в кубке ничего не делали. Мы действительно немножко ротацию проводили со составом, но прошлый чемпионат мы так сыграли. Четыре матча, как и большинство команд, и два матча практически во время чемпионата мира. Там все играли, в том числе мы со «Спартаком» играли прям основным составом, таким, которым мы максимально хотели бы в любом матче играть. Сейчас мы так получилось, что не прошли. В прошлом сезоне у нас удачно сложилось. Мы победили не только «Спартак», мы вышли из группы, где был еще тут и «Зенит». Не с третьего места вышли. Со «Спартаком» со второго места мы вышли. И дальше у нас хорошие матчи, прошли «Динамо». В шаге были от того, чтобы пройти ЦСКА. Мы там пропустили автогол в компенсированное время. Мы хорошо отыграли кубок, но сейчас он так составлен, что дойти до финиша, до финала невероятно трудно. Особенно таким командам, какими являются крылья Советов. Наверное, это всегда будет лучше. Словно «Спартаку», «Зениту», «ЦСКА», «Краснодару». У них глубже скамейка, у них больше возможностей каких-то ротировать состав. Мы не делали сверхставку, но вылетели мы случайно. Сейчас мы просто учитываем тот момент, что количество игр у нас в весенней части чемпионата будет уже меньше. То есть мы в том году сыграли 5 игр на кубок. Сейчас мы на 5 игр меньше, значит, сыграем. И, значит, более свежие, может быть, в какой-то ситуации. Мы будем в матчах, когда, знаете, по воскресеньям мы играем в чемпионате, а среди недели игра, конечно, она влияет на физическое состояние, психологическое состояние. Наверное, нам считается, что чуть-чуть легче. Особенно считается так часто для команд, которые, ну, не гранды, лидеры таких своих чемпионатов. Но давайте будем просто оптимистами. Будем считать, что нам стало хорошо от этого, но я бы лучше бы сыграл. Заключительный вопрос. Здравствуйте. Вопрос из Белоруссии. Егор Карпицкого, молодому подачу, который сейчас стал получать немного меньше практики. Почему и какие перспективы его на вторую часть сезона? Ну, Егор пришел к нам, ну, буквально там даже сбора не прошел, прямо перед стартом чемпионата. И времени на адаптацию, конечно, не хватало у него. Он очень такой перспективный, интересный, молодой футболист. Но на каком-то этапе мы так вот для себя все-таки ему говорим, что понимаем, что чуть лучше нам нужна готовность в плане ведения единоборств, физических единоборств, контактных единоборств. тот, наверное, в чемпионате Белоруссии, где он прям неплохо выступал, забивал. Наверное, нет такой плотности, интенсивности игры, и к ней надо тоже привыкать. И мы это вот просто воспринимаем как вот данность. Вот так есть. Мы об этом говорим, и ни в коем случае не отворачиваемся от него, учитывая особенно его возраст. Это наше будущее, наша перспектива. Но сейчас ему надо повзрослеть, заматереть и быть готовым к тому уровню мужской борьбы, которая идет в чемпионате РПЛ. Мы об этом говорили с ним и говорили прям вот на днях, буквально вчера. Ну а сегодня он мог действительно выйти. Честно говоря, он забалил. У него температура, да, и это вот прям сегодня, это утром проявилось. Честно говоря, у нас прям повально было. И некоторых людей мы поставили там в строй, там Горшкова, там Салтыкова, Бабкина, Шитова так и не смогли. Ну, выпустили на замену. Ну вот как-то, видимо, молодежь наша вся вместе где-то ходит. И, к сожалению, друг другу так же легко они бациллы передали. Вот буквально почти никто из них не был здоров. Вот весь этот недельный цикл, и они пропустили его вот в полной мере. Так вот пропустили. Олег, всем спасибо. Всем спасибо, удачи. С Новым Годом уже, наверное. С Новым Годом.